продолжаем эксперименты над таким жуком или кто это оса шмель без разницы летающий кстати нужно сделать ему какую-нибудь анимацию давайте поэкспериментируем первым делом зайдем так в эдит мод и добавим ему еще shift а косточку так н лечу скалинковский опять забываю выделим вот эту кость опустим ее симметрично вниз делаем ей с чтобы побольше было теперь выбираем вот эту кость вот эту словом лапы так вот эти тоже лапы выберем ну в принципе все нормально выбраны и последнюю вот эту ру кость единицы нам падим и делаем control и keep offset делаем им связь заходим теперь в post mod и если мы выберем теперь ру кость вот эту вы видите что как лапы начали работать вот так да прикольно так что еще можно сделать давайте под настроем добавим влияние костей вот на эти лапы вот так кстати если сейчас мы добавим на 6 костей то должен рик персонаж полностью задвигаться в каком плане а вот в таком потому что теперь 6 кость влияет именно на костью 10 головы это дело нам не надо мы это дело все отключим на пятую кость так здесь что у нас с клешнями 3 добавим побольше чтобы персонаж живой был так g ну вот теперь уже эти кости задействованы control z тоже нам это вряд ли понадобится на четыре косточки будет достаточно так здесь у нас 3 тоже на 4 кости поставим так ну в принципе все нормально единица нам поди теперь нужно поработать крыльями семерка на нам поди вот эти крылья и мы выкручиваем в эту сторону вот так как то а эти косточки и крылья назад уводим вот таким вот образом так есть такое дело и вот эти крылья вот эти крылья желательно перекрутить р сюда теперь выбираем вот эту косточку р и пожалуй так и вот так и вот так единицы нападим первые крылья выставляем допустим к верху где-то вот так не знаю нужно делать большую амплитуду нет а эти крылья чуть-чуть вниз они будут поменьше работать теперь заходим в таймлайн пишем а и блок рот это будет первый кадр колесиком перематываем и теперь первый кадр shift д копируем на 10 выставляем 10 кадров enter так и теперь нужно нам пятый кадр прописать теперь вот эти крылья и опускаем вот сюда вот так а эти крылья чуть-чуть приподнимаем а а и окрут ну вот такая простая пока анимация и немножко нужно заставить вот этого персонажа я не знаю как бы но если мы так вот выберем кость тазовую и немножко перекрутим и g как не g а вот эти вот ру кость так вот так как бы назад уведем так вот эти лапы передние g сделаем висячими пусть и повисят вот так ну вот что-то в таком духе и голову вот эту голову можно как бы задрать теперь вот этот таз немножко надо немножко надо расправить вот так а и блок рот десятый кадр удаляем теперь дырит и фрейм а первый shift д копируем на десятый смотрим на этот дюжит он извращается так пятый тоже дырит кей фрейм и на пятом единице нам поди опускаем крылья так здесь они у нас задраны вот повторяем теперь операцию и вот эти крылья тоже вниз но эти чуть-чуть вот так как бы пусть побольше будет амплитуда а и блок рот так и вот нужно теперь движение вот этих лап создать так каким образом да выбираем вот эти вот через shift лапы джи немножко вперед чисто немножко надо а и блок рот и вот эти лапы так где они тут у нас вот эти и вот эти джи тоже немножко вот сюда как бы назад а и блок рот смотрим что получилось но это сильная амплитуда так это вот идет и вот здесь можно наверно на пятом немножко все это дело приподнять а и вокруг вот так уже более прикольно будет что еще можно сделать это на пятом кадре вот с тазом вот этим поработать так если он у нас так это он на месте у нас стоит на пятом кадре то можно вот эту косточку выбрать и немножко и как бы задрать эту немножко подтянуть а и блок рот так это многовато ctrl z ctrl z просто немножко и вот так вот отведем а и ок рот ну вот немножко уже нормально тут все надо делать понемногу так смотрим что что да как ну в принципе летит в принципе гаврик вот куда-то торопится так что еще можно сделать это зациклить анимацию да заходим теперь в граф-эдитор находим вот эти крылья теперь находим по оси x и y сейчас попробуем по иксу н английской открываем модификаторы добавляем цикл циркл и добавляем так это что у нас тут так это все нормально теперь копируем и вставляем на y бац бац теперь выбираем вот эти крылья первый раз пробую посмотрим что получится ну вот уже получше так и тут y вставляем x вставляем опа нормально не знаю вроде изменений пока больших не наблюдаем надо перевод включить что тут вообще написано так это значит русский язык цикл циклы пускай будет два повторяющиеся тоже два о вроде что-то меняется с влиянием это вот интенсивность делается поменьше ограничить диапазон так и вот этим тоже здесь по одному циклу дадим до после с влиянием чуть-чуть тоже поменьше на входящие вот так так а если тут попробовать в английская и попробовать вектор включить попробовать попробовать немножко R так G и точно так же вращение попробовать уменьшить так или прибавить лучше ну вот что-то вроде прикольное так здесь что у нас по одному циклу поставим с влиянием в половину ограничить ограничить диапазон кадров это вроде и не надо это не обязательно циклы до циклы после тут пускай два то будет а ну-ка ну вроде нормально в ставим вектор ну вот уже что-то этакое теперь попробуем вращение тоже немножко вот это вот выбрать и так что тут у нас получается R G чуть-чуть приподнять вот уже вроде ожил но эти мелкие крылья можно так оставить тоже до один цикл а после два оставим это здесь все по нолям тогда вход выход это нам пока не понадобится так смотрим что происходит ну вроде какая-то движуха так а если тряску еще попробовать ему поставить ну вот выбираем какую-нибудь кость G уже что-то веселее так а если этой косточке тоже что-нибудь этакое замутить во лапы вниз чуть-чуть будет мягче ну вот уже более он так мягко летит так а если теперь попробовать настроить вот этот зад получается G ухты многовато прыгает и вот здесь чуть-чуть вот эту G подальше вытащить так и вот эту тоже о тоже все помягче становится так и этой косточке тоже тогда здесь задержку поставим а здесь ускорение ускорение типа еще лучше наверное так ну и попробуем лапы немножко поднастроить если мы выберем вот эту косточку по X попробуем G чуть-чуть ее приподнять многовато многовато а если вниз опустить дергается тоже не подходит ctrl z так ну попробуем тогда усы поднастроить если им добавить тоже модификатор допустим ограничение минимум вот так максимум вот так вот так не вижу разницы пробуем дальше шум так с влиянием и поменьше вот усы теперь дергаются слабовастенько нормально фаза глубина ух ты это многовато смещение интенсивность но это уже часто будет ну вот уже нормально что-то такое вроде как прикольное так а с этой косточкой что можно сделать положение так если мы ее начнем исправлять допустим G оттягивать оттягивать в бок или у нее в принципе изменений никаких не происходит ctrl z ладно мы ее пока оставим и возьмем вот эту косточку попробуем так включаем G ну с этой тоже в принципе особо ничего не происходит вот только что если вдаль отводить она начинает дергать ей сильнее так крутится вот так как то ну в принципе нормально так что тут еще есть с модификаторами так ставим пробел выбираем позвоночник добавляем модификатор оболочка эталонное значение так это 100 что получается добавить точку ну в принципе тоже что-то особого я не вижу что тут происходит если вот на этом только что добавить так по иксу R G ну тоже особого ничего я такого не вижу так добавить если ступенчатая размер шага ступенчатость так с конечным кадром с начальным кадром так ладно это пока удалим и ctrl z ctrl z так так попробуем на крылья еще добавить такая что-нибудь да так положение и добавим еще модификатор ступенчатая ступенчатость да перемотаем с конечным кадром так так ну тоже что-то я не замечаю разницы так можно удалить получается лучшего такта так и вот эту часть тоже ну в принципе ничего такого серьезного я тут не вижу чтобы изменения какие-то были в анимации генератор если добавить то вот крыло начинает вертеть крутить давление ну тоже не подходит так добавить модификатор оболочка ну в принципе тоже не вижу я ничего такого ну и тут еще можно посмотреть ступенчатая так ограничение встроенная функция амплитуда амплитуда ух ты мать моя ну тут это уже серьезная штукенция ctrl z ставим встроенную функцию ну крыло просто тупо крутится не в ту сторону ну словом тоже не интересно так ладно возвращаемся редактор временная шкала вот что-то тут создалась какая-то какой-то кадр шиф д смотрим что тут получилось ну все машет все хорошо можно попробовать поближе поставить к этим кадрам так перематываем и пропишем все кадры чтобы он помягче летал так а и локрут локрут смотрим ну для первой анимации я думаю нормально вот сзади вроде нормального сейчас движется летит куда-то так а если попробовать еще уменьшить допустим английская а пробел и с допустим все это дело мы уменьшаем до 8 кадров ставим 8 кадров еще быстрее для тех кто еще быстрее для тех кто еще быстрее для тех кто так вот четвертый кадр теперь если делит удалить а третий перевести на четвертый посмотрим что изменится нету конечной амплитуды ctrl-z ctrl-z вот так вот будет лучше еще можно сделать чтобы вот эти нижние чуть-чуть запаздывали за этими крыльями тогда может быть еще прикольно будет но это надо экспериментировать ну в принципе рик рабочий все нормально так а если на четвертом кадре допустим g лапу так увести и задницу еще больше поджать вот так вот а и локрут так а вот эти кадры смотрим что получилось ну вот тоже неплохо все таки летит аппарат все всем пока до свидания в следующих роликах может быть еще информацию какую-то найду и уже будет все это дело получше выглядеть ну первый такой опыт вроде все нормально работает это и и и и и и и и и